Добрый день, уважаемые граждане Республики Астан. Меня звать Белялов Сергей. Хочу сделать обзор по своему каналу. Сразу хочу сказать, я не владею казахским языком. Помощь на казахском языке вам окажется Кульбу Аскаровна. Ссылки на контакты, представление Кульбубу здесь есть вот ссылка. Она живет в Алма-Ате. Ее WhatsApp и телефон. Можете звонить. Я не умею читать на казахском языке, тем более не знаю транскрипцию, поэтому, пожалуйста, можете прочитать, что здесь написано на казахском языке. Я озвучивать не буду, чтобы не обидеть кого-то неправильным произношением языка. Значит, я ссылку все это выложу в описании. Можно просто взять, нажать и ссылка на YouTube-канал, где я провожу презентацию этого человека, рассказываю, где мы познакомились, как вместе работали. То есть, это все вот у меня здесь вы можете обратиться и воспользоваться информацией. Так как на новом канале очень много видео, я решил как бы вот в одном листе вам рассказать, куда нужно обращаться. Где есть информация о пенсии в Казахстане? Ну, понятно, что в законе о пенсионном обеспечении в Республике Астан. Вот мы можем зайти и выбрав любой там статью, перейти в эту статью и посмотреть ее. Кроме того, есть правила по начислению пенсии в Республике Астан. Это правила Министерства здравоохранения. Вот официальный сайт. Можете его скачать, нажать на кнопочку Word или распечатать его. Здесь есть все правила, как производится начисление. Дальше пенсионный возраст для граждан, для гражданских лиц. Статья 11 закона о пенсионном обеспечении. Все мужчины уходят 63 года. А вот женщины идет возрастание пенсионного возраста. У меня есть видео, где я эту таблицу не только показываю, но еще и озвучиваю ее по месяцам. Поэтому имейте, пожалуйста, терпение. Слушайте до конца. Там я рассказываю в конце, по-моему, какой год там... До 70-го года рождения. Поэтому, пожалуйста, можете посмотреть ее. Дальше. Документы для расчета пенсии. У меня есть два видео, какие документы нужны. И тоже есть правила... В правилах есть ссылки, какие документы предоставляются. Например, свидетельство о рождении ребенка. Да. Но кроме того, жив ли этот ребенок? Ваш ли этот ребенок? То есть, нужны будут дополнительные документы. И здесь тоже ссылка на это есть. Дальше. Как считать советский трудовой стаж? У меня здесь есть видео, как берется документы, трудовые книжки, военные билеты и так далее. Как они составляются. И тоже есть ссылка на правила по началению пенсии по Республике Астан. Дальше есть видео отдельное. Как считается ребенок в советском стаже? То есть, женщины думают так, что вот есть трудовой стаж, но вот еще есть и ребенок. И почему он не удваивается? Ну, если вы рожали без отрыва от производства, а в Советском Союзе так делали, что женщина уходила в декретный отпуск, но ее не увольняли, в записи с трудовой книжки не делали. И поэтому получается так, что она рожала, прямо находясь на рабочем месте. Да, была тогда поддержка, тогда были ясли, тогда были детские сады и так далее. Но стаж этот не удваивает. Поэтому эти особенности, как заполняются пробелы в трудовом стаже с детством рождения ребенка, здесь в этом видео показывается отдельно. Дальше. Кроме советской пенсии, есть еще базовая пенсия. Вот как считается базовая пенсия, как считается в трудовом стаже, казахстанском трудовом стаже, это после 1998 года. Ребенок в том числе. Опять есть ссылка на правила по начислению пенсии. Если неверно перечислить пенсионные взносы, что с этим делать? У меня есть отдельное видео. Дальше. Как считается солидарная пенсия, исходя из трудового стажа? То есть считается доход, этот доход умножается на трудовой стаж и получается пенсия. У меня тоже есть отдельное видео, как это можно посчитать самим. Дальше. Есть пенсия за выслугу лет. Это отдельно военнослужащие, это те, кто служит в вегельской службе, там военнослужащие и так далее, и так далее. Это отдельная статья, есть ссылка на законы, пожалуйста, посмотрите, я там достаточно подробно это разъясняю. Дальше. Есть еще одна пенсия накопительная, казахстанская. То есть вы накапливаете 10% свои, потом дальше что с ними происходит? Здесь есть видео, как производится выплата из ЕНП. Так как у нас новый есть тренд, что президент озвучил, что будут изъятия при превышении достаточной пенсионных накоплений, вот здесь есть мой взгляд на это, есть там таблица, какая сумма достаточна для изъятия. Пожалуйста, можете зайти и посмотреть это видео, кому интересно. Дальше. У нас есть такая еще отдельно хорошая вещь, пенсионный аннуитет, который лично я воспользовал сам. У меня вот здесь есть видео, как считается аннуитет. Есть ссылки на человека, который непосредственно помогал мне про пенсионный аннуитет на самых выходных условиях. И просто я могу поручиться, если вы обратитесь ко мне, я поручусь из-за этого человека, если я, конечно, буду узнать подробности, для того, чтобы просто не переживали. Потому что там достаточно крупные суммы денег и есть опасения, что эти деньги могут не дойти и так далее. То есть я могу вам сказать, что этот человек достаточно порядочный, я его лично знаю, поэтому можете обращаться. Есть обзор аннуитетных компаний, потому что все спрашивают, вот аннуитетная компания, какую выбрать, их всего семь. Какую выбрать, как их сравнить и так далее. Я делаю обзор этих компаний. Дальше, вот некоторые говорят, я оформил аннуитет, а вот есть деньги в ЕНПФ, а что лучше? Я сделал сравнение, что лучше в ЕНПФ, что лучше в аннуитете. На сегодняшний день я лично считаю, что аннуитет это самое лучшее приобретение, потому что ЕНПФ ждут не слабые времена, в том числе из-за изъятия, которое предстоит в январе в следующем году. И как вы думаете, что изъятие будет, наверное, самых лучших активов, которые дают максимальную доходность? Ну, потому что с плохой до конности никто не купит, правильно? Дальше, сравнение программы накопительного и срочного страхования. Так как многим предлагают людям дополнительно накопить денег через программы накопительного страхования, через страховые компании, те же самые. Я здесь просто сделал, сравнил накопительное страхование, плюс срочное страхование и депозит, и как они, что лучше из этих вещей. Посмотрите, пожалуйста. Дальше. Люди звонят и спрашивают, как посчитать трудовой стаж, казахстанский стаж и так далее. Я бесплатно, даром выложил таблицу свою, где у меня есть видео, как этой таблицей пользоваться. Можете зайти по ссылке, посмотреть видео, как пользоваться инструкцией, скачать ее бесплатно. Раньше я ее продавал по 2000 тенге, сейчас она стоит даром. Ну, кто хочет пожертвовать, я не откажусь, потому что я сейчас тоже безработный, и тоже нахожусь на пенсии, и, в принципе, будет неплохим подспорьем. Значит, можете зайти, скачать таблицу и воспользоваться. Зачем готовиться к пенсии? Я тоже людям рассказываю. Соединенные, которым 18, о них, конечно, рано думать, но все равно их пенсия ждет. Которым 30 лет, они уже интересуются пенсией. Вот проблема тех, которым 40-45 лет, они в силе, у них есть деньги, они думают, что пенсия их не догонит никогда. Посмотрите это видео, я рассказываю, для чем это готовится к пенсии. Стоимость моей консультации стоит 10 тысяч тенге. Если вы обратитесь ко мне, пришлюте документы, то я вам помогу сделать расчет. Вы можете это сохранить, расчет, потому что все меняется, все изменяется, но там просто можно изменять данные, и вы поймете, что в будущем вам ждет через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. Во всяком случае, советский стаж не изменится точно. Я могу посчитать и порекомендовать, кому что-то нужно сделать, кому что-то не нужно делать и так далее. Ну, во всяком случае, подготовлю. На моем канале, если вы зайдете на мой канал, там есть плейлисты, и там есть плейлист «Пенсия в Республике Казахстан». Посмотрите, там очень много видео, с 2013 года я выкладываю видео, для того, чтобы люди могли подготовиться к пенсии. А у меня на сегодня все. Доброго дня. Давайте жить богато.